а вот правда что вот как бы с вашей колокольни много разводов разрушенных семей вот что-то такое и моя семья развалилась свое время и не потому что мы враги какие-то или что мы дружим по сей день но просто стали смотреть в разные стороны стали расти в разные стороны то есть не то что вас вот жизнь подстрелила как бы эмигрантская так же как скажем в киеве тоже люди разводятся конечно они если что-то ломается и больше я видел много ситуаций когда вот допустим смотришь там мужик как-то не обеспечивает и как-то непонятно чего женщина идет вперед и надо тащить семью и смотришь она более успешная и если это нормальная семья это не причина для развода потому что в америке вообще такого нет что если мужчина то только он зарабатывает женщина то только она сидит с детьми может сидеть с детьми какое-то если он дурака боляй и не рвется никуда она есть конечно может быть и такой вариант то есть не то чтобы иммиграция вот как-то конкретно разрушала семью иммиграция любая любой стресс любая ситуация при которой семья попадает необычные условия это может быть все что угодно и иммиграция может быть а что если мы не знаем такие семьи там где человек тяжело заболел и разрушила семья легко легко что не может быть такого что отец был всегда брэдвинер то есть он зарабатывал больше приехали жена там в переднике на кухне и здесь он продолжает допустим хорошо работа да нормально работает зарабатывает и жена вдруг бах села за руки потом в колледж потом у нее жизнь карьера дети выросли а его не устраивает сплошь и рядом да он мачо такой да но разве делал иммиграции дело в том что поменялись роли в семье и я знаю такие семьи там где папа просто сидит с детьми слушайте а вот такой вопрос как вы вот мы с вами как бы одного поколения да вот как вы относитесь вот этой истории с бойфрендством когда люди там могут я не знаю по 7 по 8 там по 10 лет они вместе живут и они не женятся и деток нету и все-таки меня вот я как сам такой папа и дедушка девочек то это я я за девочек переживаю потому что это же злоупотребление получается потому что фертильность же там не ушла на 50 лет понимаете она ну и как же вы знаете много есть семей здесь в америке которые не расписаны но у них есть дети они нормально живут вместе у них прекрасные дети они не делали эту роспись какое-то время может быть а может быть там какие-то другие есть причины я не знаю может там что-то связано с пропортий может что-то связано с какими-то финансами молодые ребята вот они там хочешь там они там много лет вместе и и не хотят детей и не хотят жениться обязательств не хотят удобно вы знаете обязательства по-любому от них никто не может убежать потому что у нас опять-таки говорю про орегон 7 лет это называется common law то есть были вы женаты или не были вы женаты у вас одинаковые права на что не играет никакой роли на имущество да конечно у нас по-моему 5 у вас даже 5 но в любом случае бумажка развод или брак она просто не меняет так сильно теперь не делают держи не в разделе имущество них можете не быть имуществом особо совместно на что я кстати знаю полно пар вот они так живут там лет пять потом вместе дом покупают и они не расписаны или купить детей нет это другая культура мы же понимаете как приезжаем сюда и мы хотим чтобы все было по-русски у вас каком возрасте ребенок родился в ссср 23 года и у нас вот мне было 23 почти а жене на год меньше и мы не были молодые родители были нормально но я говорю мы приезжаем у нас мы очень кондишен мы уже нас так воспитали мы верим в какие-то определенные ценности и мы хотим чтобы здесь и так жили тут так тоже вы жили как мы там как мы тогда мы так считаем почему вы так не живете по нашим принципам вот у нас принято чтобы вы вот расписались в это время родили ребенка вот это татрата татрата а здесь другая культура мы же им не навязываем мы просто смотрим и так и думаем а почему они не как мы вы помните это время когда вот это дело об избиении родные кинга помните когда только приехали нет еще не на лос-анджелесе беспорядки были что нет но не суть ладно я не сильно ну просто хорошо вот с точки зрения что ли вот чего бы вы изменили в америке если помогли воскаловка теперь вот ты президент вот и президент и обе палаты там конгресса даже не знаю стала были что-то менять глобально потому что когда видишь большую картину но перестаешь смотреть с очень маленькой точки зрения что он мне надо вот так так и так потому что он когда видишь большую картину ты понимаешь не может здесь быть бесплатного образования все завязано между прочим образование и так бесплатно и потому что если вы учитесь хорошо вы хотите учиться вас любой колледж заберем и даст вам все и гранты и скалаши и еще какие-то там программы развитие капиталистическое общество уже в такой в полусоциалистической фазе не можете позволить чтобы талантливые дети не получали образование и не 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 вносили свою долю и у них куча всяких программ у них потащат давайте так может быть точечно вот иммиграционная система вот допустим вот эта проблема с границ мексиканской границы проблема с тем что вот есть законы которые говорят о наказании имплойеров которые берут нелегалов о депортациях о всех делах но из 11 миллионов человек мы состоянии депортировать технически 400 тысяч вот мы просто не можем больше как государство это сделать значит вот а граница все-таки более как-то более-менее прозрачная я не хочу сказать совсем прозрачная это неправда но все таки я полагаю это кому-то выгодно потому что когда другая выгода перевешивает угромается закон и мы это видим сплошь и ну хорошо вы бы что-то изменили в миграционной системе вы считаете что нормально смотреть если люди 10 даже в стране прошли если мне сейчас не важно как легализовать людей или нет уж они и так живут нормально но они имеют очень много всяких это правда они вполне адаптированы да они адаптированы и их дети они просто американцы другое дело что они просто не получают не получат потом пенсию в social security системе а может им и не надо они потом уезжают обратно они зарабатывают достаточно уезжают они не все хотят туда знаете что интересно когда восемьдесят шестом году была амнистия и далее грин карты трем миллионам человек из них только миллион двести потом получили гражданство остальным не надо было вот так и я вам скажу другое что я спрашивала эти вопросы у американцев что почему такой но они говорят если калифорния выгонит всех иммигрантов завтра нелегальных сильно взлетят цены на еду потому что кто будет работать тут есть и есть ответ на вопрос потому что если бы их не надо выгонять их надо легализовать их надо им надо выдать временные визы тогда значит наниматель будет им платить столько сколько положено платить до продукты станут дороже но сегодня все распределяется это эта цена распределяется очень нечестно потому что они получают все медицинское обслуживание они ходят в школы это все стоит денег они получают бенефиты там и здесь и в итоге все это ложится на те все регионы где они живут а продукты дешевые всем остальным поэтому давай все остальные будем платить это было гораздо честнее чтобы было все по закону чем фактически происходит коррумпирование коррумпирование органов власти коррумпирование бизнеса и так далее это мерзость да безусловно но они будут что-то делать нужны люди пусть он пришел на сезон и ушел пусть он свободно ходит ведь они чтобы уходить домой и обратно они платят по несколько тысяч за пересечение границы чтобы их там перевезли еще там есть какой-то интерес чтобы это продолжалось еще какое-то время но оно улучшается я вижу просто за эти 20 лет что я тут живу я вижу очень сильное улучшение во всем и как бы более человечное отношение а вот то что бюджет несбалансированный вас как-то вот это напрягает я тоже думаю что это мы играем с цифрами на нашей жизни это не так сильно отражается как об этом говорится ну пока не отражается никак пока не окражается никак я думаю что будет какая-то большая проблема потому что здесь очень умеют люди хорошо работать мы это видим а вот когда говорят что вот америка хорошо живет потому что другие играют кого же ну пока я только слышу что на везде к америке протянутые руки и всем она дает помощь такую или такую или такую и я всегда вы знаете михаил когда выйдем на интернет и мы посмотрим там будет часть веб-сайтов которые будут говорить америка дает туда и туда вот там в эту страну дали это в эту ту там еду там медицину там там волонтеры поехали я знаю таких людей да не едут прям все за свой счет еду и что помогать даже с ним это сплошь рядом и тут же найдутся люди которые скажут о май гаданас это не специально хотят отравить этих людей вот этими продуктами то есть понимаете всегда найдется негативный взгляд чтобы это не делать протянул хлеб скажет это был плохой хлеб Или они скажут, это им выгодно, там какой-то хитрый сюжет, хитрая схема. Я думаю, у меня такой образчик такой в мыслях, я думал, сейчас появись Джизус там красть, и сказать, вот я решил вернуться, значит, как его изнавозят, он не нужен никому. То есть он может простым... Будут те же трудности. У него будут большие трудности, сразу выяснится, что он еврей. Многим не понравится. Многим не понравится. Вот, они просто не знают еще. Потом выяснится, что он не настоящий. Потом выяснится, церкви-то он точно не нужен. Ну, в общем, нет. Ну, пойти... Хотя, поскольку у меня очень много клиентов было сразу и номинации, и я хожу по этим церквям иногда и с презентациями. Я там, кстати, пела и дирижировала хором. То есть у меня очень хорошее отношение с любой религиозной организацией. Я вижу пользу. Потому что она пользует церкви и пользует его, как там собирается. Это комьюнити. Это комьюнити. Там люди поддерживают друг друга. Да, существует проблема. Мы знаем, что когда наши дети в Америке быстро очень хватают английский язык, и начинается такой гэп в комьюнити. Кейшин уже с родителями тяжелее разговаривать, потому что они не так быстро следуют. То, да, есть ситуации с наркотиками. Это существует. И это, по-моему, в всем мире, не только здесь. То есть церковь это с кем-то бумага? Информационный центр, конечно. И там вообще идет вот эта работа с молодежью, работа с теми с этим. Я бы вот что сказал из моих наблюдений. Человеческие церкви. И когда вы на них посмотрите, их объединяет стремление привлечь, то тех объединяет стремление оттолкнуть. Они меняются. Они меняются. Но вот просто поначалу они насквозь антисемитизмом пропитаны чудовищным. Не только этим. Представьте себе семьи. Они друг друга не любят. Да, и они не любят американцев. Это свешно. Они говорят, что дьявольская страна, сатанинская. Мой кот, зачем вы приехали сюда? Я всегда спрашиваю. Я знала только одну семью за 15 лет моей работы в агентстве. Я знала одну семью. которая решила уехать обратно. Действительно, они все не любили здесь. Все их раздражало. Они говорили плохие улыбки. Хотя я говорю, если вы знаете, что сначала надо улыбнуться, а потом хочется улыбаться. Да, это правда. Мы знаем. Хохмочку. То их дети, они пошли в социальные органы и просили, пусть их отдадут любую семью. Чем кончилось? Лишь бы они не уехали. И часть детей осталась. Они забирают только маленьких, которые не имели права голоса. А была такая история в СССР, если вы помните. Там была какая-то украинская семья, которая хотела вернуться, а дети, причем несовершеннолетние. Там, по-моему, дочери было 16 лет, а мальчику лет 12. И они где-то остались, кто-то их взял к себе. И Советский Союз там долго требовал, чтобы детей вернули. Я забыл фамилию этих людей. Это было в 80-е годы. Это была скандальная история. Ну вот, я таких случаев много не знаю. И это одна семья была, которая почему-то захотела отсюда уехать. У меня был когда-то очень интересный клиент. Приехал такой мужчина пожилой. И пришел к нам в агентство. И он говорит, что я к вам как бы не по направлению. Я не могу идти в вашу программу. Но мне больше нет куда идти. Я был у вас когда-то. Когда вы у нас были? 15 лет назад. Я приехал как беженец. Мы говорим, окей, в чем же проблема? Он говорит, он уехал до получения грин-карты. Он почему-то передумал. Он все бросил. Он уехал обратно к себе. А как он снова попал? Интересно. И ему был закрыт въезд. Он все потерял, да? И вот он каким-то чудом через какие-то бизнес-визы сюда проник через Польшу. Я не знаю, каким образом. Неважно. Приехал по бизнесу. Через третью страну, да. И он сказал, все, он должен через два дня улетать. И он плакал у меня. Сидел в кабинете и плакал. А чего вы хотел? Он говорит, я хочу остаться. Так остался бы, получил бы исайлом. Чего? Ну, ему уже никакой исайлом никто бы не дал. Почему? Он уже все перепробовал. Никак-то не дал. Он ходил к лоеру, разговаривал. И по-другому сказали, вы отказались. У вас был этот шанс. Так время же идет. И вы отказались. Но он может жениться. Он может, я не знаю, там. Он может рабочую. Ну, я ему все это рассказала. Рабочую. Я ему сказала, что всегда есть какие-то шансы. Надо просто не терять надежду и все. Ну, грубо говоря, так, вернуться обратно, хорошо. С американским паспортом. Конечно. Съездил на две недели, понял, куда попал и обратно. Да, и мои друзья вот так недавно съездили. Да. И даже грин-карта никому не нужна. Грин-карта, она тоже может закончиться. Конечно, опасно. Так что друзья съездили? Съездили на Украину, увиделись туда-сюда, посмотрели, покрутили, сказали, ну, все, до цели. А вы видели, как вот мы были со Светланой в Киеве полтора года назад? Да, я смотрела. Вот такие теплые у нас были ощущения. Я не ожидал, я думал, что может быть там что-то негатив какой-то нахлынет, но мы были в таком солнечном и теплом таком мире и город какой красивый. Вы жили на Крещатике? Мы жили на Крещатике, угол, раньше это было Карла Маркса, а сейчас называется Архитектора Городецкого. Это такая улица, да, она обязательно каким-то вот именем, какого-то еврея ее называли. Вот мы жили на углу на этом. Прямо, можно сказать, где вот только мы уехали, и Майдан. Вот поэтому, да. Когда мы в Италию собирались, нам человек пишет, вы, ребята, не езжайте в Италию, а то опять что-то произойдет, чтобы уже там что-нибудь случится. Ну, нет, в Италии пронесло. Ну, хорошо, давайте я вас поблагодарю за участие. Вы, как наш зритель, я хочу к другим зрителям нашего канала обратиться. Вот вы когда будете ехать, вы заходите, и мы и вас тоже проинтервьюируем. А вы не хотели в каком-нибудь головном уборе сниматься? Нет. Нет? Ну, значит, будете без головного убора. Я тогда тоже под вас, значит, вот подстраиваюсь, сижу так вот, в чем есть. Если будут вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу. А как вас найти, если у вас вопросы? Давайте я ставлю имейл под этим видео потом. А вот возьмите бумажечку, вот этот конвертик, вот вам ручка, напишите имейл на конвертике, и мы его покажем. А у вас есть аккаунт на Ютьюбе, например? У меня есть мой аккаунт, но там в основном мои песни. Да вы чего? Так как же вы пряток? Напишите. Кто дает? И тогда ребята смогут пойти на ваш аккаунт на Ютьюбе, и они тогда могут вам, туда, где песни, могут написать в личку индивидуально. А аккаунт на Ютьюбе у меня просто надо завести. Вот видите, я спелил свое имя всегда по-разному. А я сейчас зайду на Ютьюб и напишу ваш аккаунт. Напишите, Ирина Зайцева, это я. Ирина Зи 2013. Ирина Зи 2013, Yahoo.com, это мейл, куда можно писать. Минуточку, а... А Ирина Зайцева заведите просто, Ирина Зайцева по-английски. Давайте я сейчас заведу на Ютьюбе, да? Угу, это мой канал. Ирина Зайцева. Так, как-нибудь. Зайцева. А это, вот это вы, да? Вот это ваш? Вот это я. Вот это? Вот прямо мое имя. Кликните. Вот этот? Это уж несколько Ирина Зайцевых тут. Ну вот это я сверху. Это вы. Так, ну давайте я сейчас... Так, и там вы видео сможете посмотреть. Сейчас, секундочку. Оп. Я перевожу на свой экран. Вот у нас тут URL. Ой, мама родная, тут какой сложный. Да, я просто ссылку дам. Я дам ссылку под нашим видео. Тут вы. И где-то у вас, наверное, видео разные. Ну-ка, пошли смотреть. А, у вас их тут 8 штук. Да. 8 песен, которые вы поете. Да. Там части с моего диска. И я просто там... Зина, Бёрздэй, Beautiful Ukraine. Да, это чё, самое... Ну чё же, шикарно. Значит, давайте мы тогда, значит, на этом деле распрощаемся. Я вас поблагодарю. Тут вы с кавалером. Да. Вот. Знакомым нашим оригонским кавалером. Вот. Я вас тогда спускаю к кавалеру. Хорошо. Вот, и пойду, там у меня и поэтметы идут. Хорошо. Всё, счастливо. Всё, счастливо. А воздушный поцелуй можете? У нас такая традиция. Вот. Музыкальный воздушный поцелуй. Музыкальный воздушный поцелуй.